Всем привет, друзья! Представляю вашему вниманию портативную колоночку от компании Эльтроник под номером 2003 и называется она Wave. Отлично! Подойдет для людей, которые просто ненавидят своих соседей. Друзья, как вы, наверное, уже догадались, мы разыграем эту замечательную колонку от компании Эльтроник. В конце данного видео будут все условия розыгрыша и 13 апреля кто-то один получит вот эту вот бандуру Wave 800 ватт от компании Эльтроник. Ну а я продолжаю обзор. Поехали! Ну а если серьезно, друзья, на самом деле это действительно портативная колонка от компании Эльтроник. Ее можно абсолютно спокойно взять с собой на отдых, привезти на дачу. Естественно, это сделать не так легко, как вам кажется. Вес данной колонки в районе 10 килограмм. Сейчас перед собой вы видите все технические характеристики колонки Эльтроник 2003 Wave. Это два 10-дюймовых динамика плюс твиттер, которые в пике выдают целых 800 ватт. Встроен аккумулятор 7 ампер на 12 вольт. Ну а мы, как всегда, вначале начнем с комплектации данной колонки. Естественно, в комплект входит отдельный блок питания, которым вы будете заряжать данную колонку. Плюс, когда она сядет, вы можете ее подключить, она будет играть и, естественно, в то же самое время заряжаться. То есть это на самом деле огромный плюс. Вы можете не тратить время, просто подключить провод, она будет заряжаться, играть. Потом отключили провод и покатили ее дальше развлекаться. Также в комплекте идет пульт управления инфракрасный, который работает только спереди. То есть если вы будете переключать где-то сбоку, либо сверху, он не сработает. Работает только с передней части. Так он работает отлично, выглядит пультик тоже неплохо. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. По управлению с самого начала у нас идет кнопка Mute, то есть отключение громкости, включение-выключение колонки. Идут цифры, сканирование, эквалайзеры, повтор, переключение режимов. Вот здесь вот идет. Дальше у нас идет громкость, выше-ниже, пауза-плей, переключение треков туда-сюда. Чуть ниже у нас идет Bluetooth. Это все режимы, грубо говоря, подключение ТВС, включение FM-радио, включение AUX и включение либо USB, либо SD-карточки. Как вы уже поняли, в комплекте идет беспроводной микрофон, который на самом деле работает очень неплохо. Я бы даже сказал супер. Есть огромное количество настроек, то есть вы можете регулировать как громкость самого микрофона, также вы можете добавить эхо. Самое главное то, что он идет бесплатно в комплекте. Единственное, что он не на аккумуляторах, а на обычных батарейках. Давайте посмотрим на него чуть поближе. Радио-микрофон выглядит вот таким вот образом, включение, выключение, откручивается вот таким вот образом и внутри, соответственно, две батарейки 2А тоже в комплекте входят. Ну, как вы видите, все закручивается, выглядит вполне себе солидно. Естественно, идет инструкция на русском языке для того, чтобы вы могли разобраться в управлении. А оно здесь достаточно навороченное. Давайте посмотрим поближе и разберемся, что там к чему. Поехали! Сверху у нас находится подключение блока питания, подключается он вот таким вот образом. Здесь идет индикатор зарядки, рядом у нас находится кнопка включения. Дальше у нас идет микрофон 2, микрофон 1, вход для гитары, линейный вход, USB и карта памяти. Максимальный объем карты памяти это 32 гигабайта, отформатированный FAT32, подключается вот таким вот образом. Моментально начинает проигрываться. Нажимаем на паузу. Рядом у нас находится USB для подключения флешек, также можно заряжать, естественно, ваш смартфон. Это у нас режим приоритета микрофона. Микрофон эхо, микрофон громкость. Регулировка высоких частот у нас находится тут. Мод, регулировка баса находится здесь, регулировка звука находится вот здесь. Кнопка mode это режимы воспроизведения, то есть откуда он будет проигрывать с карты памяти, с радио, с блютуса, либо с линейного входа. Дальше у нас идет подключение ТВС, то есть если у вас есть такая же колонка, вы можете удвоить вашу мощность. Предыдущий трек, следующий трек, пауза. Дальше у нас идет повтор композиции по кругу и, естественно, идет управление светом. Если ее подержать, подсветка полностью выключается. Если на нее нажимать коротко, то, соответственно, будут меняться режимы и все это будет отображаться на экране. Давайте на это и посмотрим. В спокойном варианте колонка выглядит вот так, когда нет какой-то музыки. Если вдруг происходит какой-то звук, она на это реагирует. Нажимаем на музыку и пошел такой мульти режим. В общем, все цвета, которые только можно, очень красиво это выглядит. Если мы нажмем и подержим на кнопку light, колонка полностью отключится. Если мы еще раз нажмем, она начинает с самого первого варианта. То есть это такой типа огня, который меняет цвета. Вот смотрите, сейчас он красный, нажимаем еще раз. Можно сделать такой, можно сделать вот такой вариант. Можно сделать такой вариант, можно сделать такой вариант. Можно сделать такой, такой вариант. Видите, даже когда я говорю, она на это реагирует. Естественно, от интенсивности музыки она будет меняться. И вот такой вот полноценный. Этот мне больше всего нравится. Он выглядит очень стильно, очень круто. И если мы ставим на паузу музыку, он просто исчезает, и они аккуратно крутятся, меняют цвета, очень здорово выглядит, реально, прям вот с подсветкой на 100% угадали. Один из плюсов, который я просто не могу не заметить, то что внутри встроен аккумулятор, ну это понятно, но самое что интересное, на задней части находится такой лючок, просто открутив там 8 болтов, вы вытаскиваете аккумулятор, он припаян, но это не проблема, вы можете его отпаять, пойти в магазин, купить абсолютно такой же, они очень недорогие, они идут для всех вот электромобилей детских, в общем найти его не составит никаких проблем. Пришли домой, припаяли его, и у вас по сути новая колонка, то есть заменить аккумулятор абсолютно не проблема. Единственное, что он припаян, да, вам придется его отпаять, но припаян он тупо для того, чтобы при громкой музыке там не отвалились контакты, иначе вы просто подумаете, что колонка сломалась, а тут все на самом деле держится очень и очень неплохо, закрутили 8 болтов, и все, у вас практически новая колонка. Что же касаемо музыки, мне лично звук очень понравился, давайте сейчас послушаем и поговорим об этом, поехали. Итак, друзья, сейчас звук стоит наполовину, это 15 из 30, камера стоит где-то в 2 метрах от данной колонки, самое что интересное, когда играет музыка, не забивает микрофон, вы сейчас обратите на это внимание. Итак, начинаем тестировать на громкости 15. Поехали! И бас, и все на серединку. Высокий бас на серединку, сейчас чуть поменьше сделаю микрофон, вот так вот. Можно добавить эхо в микрофон, я имею в виду. Вот таким вот образом вы меня будете слышать с эхо во время записи музыки. Раз, два, три, раз, два, три. То есть, если вы где-то выступаете, вот таким вот образом можно все это дело настроить, можно сделать погромче микрофон, потише музыку, потише музыку, погромче микрофон. И, соответственно, самое главное, что не попадает. Ну, вы слышите, да? Чистый мой звук, без каких-то искажений. Ладно, поехали тестировать громкость. На максималку ставлю. Приятный микрофонд, работай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 цена данной колонки в районе 23 тысяч рублей цена джебель партии 710 на 800 ватт 72000 на момент съемки то есть вы можете купить две такие колонки плюс у вас еще останутся деньги на саму вечеринку в общем смотрите сами выбирайте дело уже ваше что могу сказать заключение автономность в районе пяти часов естественно зависимости от того насколько громко вы будете это слушать каких источников то касаемо подключаемости к данной колонке то вы можете подключить как вы поняли практически все два микрофона проводных aux гитару беспроводной микрофон карту памяти флешку в общем все что можно плюс естественно радио вы можете подключить и еще вторую колонку так что что касаемо интерфейса всех все прям отлично ее использование наверное зависит от вашей фантазии она отлично будет работать дома она хорошо подойдет для природы хорошо подойдет для заработка денег для выступлений где-то очень наверное каждый найдет в ней что-то свое мне она понравилась и по дизайну и по звуку по всем то есть соотношение цены и качества на мой взгляд вполне логично и все себя оправдывает так что друзья сами смотрите сами выбирайте я вам показал рассказал все что знал мое дело все показать рассказать а уже выбор остается конечно же за вами мне будет интересно очень услышать ваше мнение о данной колонке вообще а пользовались вы продукцией троник и что у вас есть а тут так что обязательно пишите внизу в комментариях буду рад почитать итак друзья что же нужно сделать чтобы получить вот эту замечательную портативную колоночку от компании троник подписаться на их канал на ютубе подписаться на группу вконтакте все ссылки я оставлю внизу конечно же подписаться на канал шестеренка и поставить лайк и обязательно написать комментарий под этим видео все что хотите все что вы думаете в общем пишите среди этих комментариев 13 апреля мы запустим программу которая выберет один из комментариев мы зайдем к этому человеку в профиль посмотрим подписан ли он на шестеренку и на электроник если все нормально мы присылаем вам вот эту вот замечательную колонку так что друзья обязательно делитесь данным видео надеюсь оно было для вас полезным с вами был как всегда я макс и это канал шестеренка всем удачи всем пока субтитры сделал DimaTorzok